Можно ли изменить название канала, если по сути тематика осталась та же, но в существующих видео в названии указывалось название старого канала? Да, ничего страшного, то есть, если тематика остается, а название остается, ну то есть, у меня есть канал, называется бутик идей, а потом я его видоизменил, поставил рабочее название бутик идей, как стать фрилансером, то есть, там не поменялось ничего, там тоже интернет-маркетинг, туда-сюда, но это рабочее название, потому что я в дальнейшем планирую позиционировать этот канал, как бесплатная школа фриланса, и если недалеко от тем мы уходим, ну совсем недалеко, причем те аудиты сайтов, каналов, которые делаю я, помогают фрилансерам зарабатывать, они видят на примере, как я делаю заказ, там как я, то есть, одно дело, когда я говорю, что я там за 15 минут получаю 3000 рублей и заливаю видео на канал, а другое дело, когда я показываю, что я за 15 минут получаю 3000 рублей и заливаю видео на канал. Результат я показал и показал довольного заказчика, коим вы, Сергей, тоже являетесь, да, показал заказчик, который говорит, спасибо, Александр, большое там за вашу работу. И это мотивирует фрилансеров, я им показываю результат, не отходя далеко от тематики. Поэтому в описании своего канала можете написать, что, типа, ранее это был канал, там, допустим, там, недвижимость в Зеленограде, а теперь стал канал, там, допустим, риэлтор Сергей, специалист, эксперт по недвижимости в Московской области. Но частая смена названий не рекомендуется. Люди в жизни не часто меняют имена. Бывают меняют, там, выходят замуж, они меняют, там, фамилию. Опять же, это про бренд. Ваш канал – это ваш бренд. Если вы позиционируете и бьете в голову людям, то, в принципе, менять его плохо. Мне не очень нравится фамилия Некрашевич. Буду честен. Но при этом уже одеваться некуда. Если бы я раньше знал то, что знаю сейчас, то я бы взял бы себе псевдоним. Более того, я бы, наверно, даже и поменял бы ее официально. Ну, паспорт. Многие же, там, учителя, там, гуру, там, да, они, у них там такие, типа, там, не знаю, там, краснобогатырский, ну, там, да, либо, там, имена, там, фамилии, такие, прям, звучные. А потом ты смотришь на договор, который с ним заключаешь, и там написано, там, Жора Мохасранский. Ну, ты, в общем, да ладно, да. Ну, то есть, у него, ты-то думаешь, что у него такая фамилия, ну, ничего себе повезло, и умный, и красивый, и такая фамилия. А фамилия не в том. Да, вот он ориентировался быстро по бренду. А я вот, нет, но, тем не менее, то есть, мне, я, знаете, я себя убедил, что это хорошо и нормально. Может быть, тут и не стоит совсем, да, потому что у нас был целый стрим про бренд, и мы будем говорить, потому что это популярно. Сейчас люди выходят из тени, выходят из компаний, начинают качать свое имя. И это проблема в онлайн-школах, потому что многие онлайн-школы, они, ну, условно. Давайте на примере. Вот есть Катя, вот есть Саша. Сейчас Катя вполне себе, она уже знает столько, что может открывать свою собственную школу. Но, я надеюсь, что у нее есть в голове, в которую я вложил некоторую свою там участь знаний, да, что команды сильнее одиночек. Подавляющее большинство разных школ, экспертов, они почему-то дробятся, и все счеты, и у нас же дробились. Я же делал много-много маленьких Некрашевичей. Потому что, когда ко мне приходили делать аудиты каналов по тысяче рублей, я не хотел. Ну, у меня уровень, там, от трех тысяч рублей, условно, за аудит канал. А приходили по тысяче. Ну, я как бы думаю, а я сейчас научу пять человек, и пусть они по тысяче забирают, тоже качаются. Все разошлись, осталась только Катя. Условно. Делать свои проекты. В итоге, ну, я не знаю, что получилось, но я был бы рад, если бы они пришли к нам, и сказали, помогите. Люди стесняются, не хотят. Ну, и не надо. Мы и без них хорошо себя кормим. Вот. И поем. Вот. Поэтому, да, подумайте сто раз. Вот, может быть, и не надо. Потому что, ну, это обнуляться с самого начала. А сейчас гонка, она большая, поэтому я бы подумал. Все. Опять все. Нельзя говорить о том, можно, нельзя. Можно. Звоните, пишите, приходите. Мы всегда рады новым друзьям.